Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! С вами Дарья Топузлиева. Если вас просят, кто завоевал больше всего медалей на Олимпийских играх, вы в первую очередь подумайте о странах, ну или на худой конец спортсменах. Профессионалы же добавят в этот список еще и производителей спортивного инвентаря. Здесь лавры принадлежат австрийской компании Fischer. Она была основана в 1924 году. В ассортименте, кроме деревянных лыж и саней, была также сетка для полок в вагонах поездов. Спустя 10 лет основатель компании Йозеф Fischer решил, что сконцентрироваться на чем-то одном будет гораздо полезнее, и запустил первое серийное производство лыж. Для этого Fischer пришлось увеличить штат сотрудников до 30 человек. Сколько дел приходилось выполнять рабочим, даже представить сложно. Лыжи делались вручную, а в одни только Соединенные Штаты поставлялось до 2000 пар лыж. Первый лыжный пресс в компании разработали только к 1949 году. Только после этого счет пошел на десятки тысяч пар в год. В 1957 компания оказалась на волосок от гибели. Fischer только запустила в производство модель S100, которая открыла фирме путь в высший ценовой класс. Но поздно ночью из-за чьей-то нелепой оплошности на заводе начался пожар. Практически все оборудование и продукция были уничтожены огнем. Эта неприятность подкосила немолодого уже Йозефа, и через два года он умер от сердечного приступа. Управление в свои руки взял Fischer-младший и его сестра Сельма. Они не только реконструировали завод, но и расширили его площадь. Уже в середине прошлого века руководство компании осознавало, совсем скоро лыжникам будут нужны совершенно новые лыжи, легкие и прочные. В 60-х инженеры Fischer разработали новую конструкцию «Сэндвич». Она объединяла в себе достоинства традиционных материалов из стекловолокна. Впервые в производстве лыж был использован металл. Новые технологии потянули за собой первые крупные успехи на соревнованиях. Мастер скоростного спуска Эгген Циммерман на лыжах Fischer завоевал золото на Олимпиаде 1964 года. Компания решила расширить сферу влияния и в 1974 году начала выпуск теннисных ракеток. Спортсмены не подвели. В этом же году с ракеткой от Fischer в руках теннисисты одержали ряд важнейших побед. К началу 80-х разработками компании не внушались пользоваться даже авиаконструкторские бюро. Так некоторые запчасти аэробуса 300 собирались из тех же самых материалов, что и легендарные лыжи. К тому времени сверхлегкая, но суперпрочная пара весила всего один килограмм. От Олимпиады к Олимпиаде компания все набирала обороты. В итоге в 2006 году в Турине спортсмены на лыжах Fischer, биатлонисты, лыжники и прыгуны с трамплина завоевали 72 медали. Пока это абсолютный рекорд и посягнуть на него может разве что сама Fischer. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова